Безопасность превыше всего. В начале мая в Самаре пройдут десятки общегородских и районных мероприятий. Планируется, что участие в них примут более 200 тысяч человек. Самыми значимыми станут первомайское шествие и парад в День Победы на площади Куйбышева. Безопасность на торжествах будут обеспечивать полицейские. Они же будут дежурить в храмах в ночь с 30 апреля на 1 мая, где будет проходить пасхальная служба. С утра 1 мая тут совпали два праздника, в том числе православные. То есть граждане будут посещать активно кладбище. 12 по городу у нас, где мы ожидаем наиболее большое количество граждан. Также в каждом месте полиция будет обеспечивать порядок. День Победы завершится праздничным фейерверком. В этом году не только в центре города, но и в отдаленных районах Куйбышевском и Красноглинском. Все меры безопасности, необходимые для проведения мероприятий в Куйбышевском и Красноглинских районах, как то обеспечение заборами ограждения, металлодетекторами, всеми необходимыми средствами первичной безопасности пожарной, будут предусмотрены согласно вашим рекомендациям, которые выдавались в предыдущий период. На заседании антитеррористической комиссии обсуждают и вопрос безопасности детей летом. В лагерях вовсю идет подготовка к каникулам. Укрепляют противопожарную и санитарную безопасность, проверяют электропроводку, обрабатывают мебель огнезащитными средствами, морят насекомых и мышей, рубят сухие деревья и валежник на территории вблизи лагеря, а также проводят инструктаж с персоналом лагерей. Что касается антитеррористической безопасности, то работа в этом направлении ведется в соответствии с перечнем минимальных требований. Во всех учреждениях будет организована охрана силами частных охранных предприятий. Везде установлена громкоговорящая связь и оповещение. В городских районах также идет проверка безопасности населения. В каждом доме проверяют чердаки и подвалы. Устанавливают на них замки, чтобы посторонние не могли туда проникнуть. Я бы еще обратил внимание на стройки. У нас были примеры в истории страны, что во время производства строительных работ возникали там всякие бесконтрольные мероприятия. Поэтому, наверное, в план работы нужно включить и обследование строек, особенно там, где участвует иностранная рабочая сила. К чемпионату мира по футболу на предмет безопасности готовят крупные транспортные объекты. Железнодорожный вокзал, автовокзал и речной порт. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова